Кто и с какой дальней целью запустил в массовое сознание феномен НЛО? Французские исследователи считают, что в настоящее время в масштабах всей планеты осуществляется беспрецедентная операция по манипуляции сознанием. Началась она более 60 лет назад, а НЛО — это один из феноменов для управления массовым сознанием. Первые же испытания новых летательных аппаратов были замечены множеством случайных свидетелей. Но военных это не беспокоило. В их распоряжении уже было средство камуфляжа более эффективное, чем самая строгая секретность. В том же самом 1947 году, когда произошел инцидент под Розуэллом, пилот ВВС США и агент СРУ Кеннет Арнольд положил начало к крупнейшей операции по манипуляции общественным мнением в отношении НЛО. Убеждать публику в том, что они не существуют, было не только трудно, но и бесполезно. Гораздо более эффективным оказалось создание искусственного ажиотажа, замешанного на дезинформации и запугивании людей. НЛО и пришельцы в массовом сознании быстро стали реалиями из области кино, телесериалов и коллективной паранойи, а вовсе не науки, как следовало бы. В 1947 году в США под Розуэлом произошел инцидент, который до сих пор принято считать крушением инопланетного летательного аппарата. Рядом с обломками были найдены трупы существ, не похожих на землян. Об останках пришельцев говорят до сих пор. В 1995 году в США появился сенсационный фильм. Кадры любительской съемки показывали вскрытие странного существа. Рэй Сантилли, автор сенсации, утверждал, что это единственная уцелевшая пленка, запечатлевшая вскрытие пришельца из летательного аппарата, потерпевшего катастрофу над Розуэлом. И, собственно говоря, когда возник этот фильм, сразу стало видно, что там достаточно много нестыковых и подделок. То есть, прежде всего, складывалось впечатление об этом фильме, что этот фильм создан не столько для того, чтобы рассказать правду, а именно для того, чтобы просто, с одной стороны, дискредитировать проблему, а с другой стороны, просто создатели, помимо дискредитации проблемы, не забыли о собственном кармане, который принес, в общем-то, им немало дивидендов. Вообще, очень странно, что такую уникальную операцию проводят всего два человека, ведь это вскрытие не кого-нибудь, а пришельца. В криптобиологии «Космопоиск» был проведен анализ записи, видеозаписи вскрытия инопланетянина, которое якобы было произведено в 1947 году. На этой записи явно работают не профессионалы. Люди работают не теми инструментами, которые используются в патологоанатомической практике. Запрещено, например, трогание органов руками. То есть, в одной руке держатся ножницы, в другой держится специальный пинцет, а здесь эти органы инопланетяне непосредственно берут руками, что совершенно неприемлемо. В одном из кадров видно, как берут кусочек из раны ноги и кладут его в лоток. При этом этот кусочек задевает руку помощника, и он тут же брезгливо ее отдергивает, что, в общем-то, не наблюдается в нашей практике, даже если она была в перчатке. При разрезе кожи инопланетянина ножом видно, что из раны течет кровь. На трупе это совершенно невозможно, потому что трупная кровь, она стоит, и кровотечение дать не может из раны. Вероятно, это могла быть подделка. Для красоты эффекта сделали какую-то там депу крови, которая течет при разрезании. Достаточно эффектно выглядит, но к реальности это не имеет отношения, к сожалению. Однако большинство и сейчас представляют инопланетян именно такими, как было показано в этой низкопробной фальшивке. Исследователи считают, что мотивом ее создания была вовсе не банальная жажда наживы, а гораздо более важные цели. Наша исследовательская группа убеждена, что построенные в США неопознанные летающие объекты могут быть использованы для инсценировки нападения инопланетян на нашу планету. Об остальном позаботятся средства массовой информации. С какой же целью? Когда развеется миф об угрозе со стороны международного терроризма, США для дальнейшего доминирования в мире потребуется образ нового и более страшного врага. Война на Земле и даже в космосе будет объявлена уже против инопланетных агрессоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok